Даже человек с тяжелым хроническим заболеванием имеет шанс добиться успеха в спорте высоких достижений. Эту истину ежедневно личным примером подтверждает чемпионка мира, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая. Сегодня известная спортсменка дает мастер-класс для детей с сахарным диабетом. Диагноз не приговор и все больше людей приходит на каток. Есть спортсмены с диабетом, да. То, что нужно быть все время под контролем специалистов, это да. Что нельзя самолично взять и отказаться от препаратов, это да. Есть примеры, когда с сахарным диабетом становятся чемпионами. Занятие спортом для людей с сахарным диабетом – это еще и дополнительная терапия. Возможность контролировать уровень сахара, а значит и победить болезнь. Но не дано предугадать, как отреагирует организм на повышение нагрузки. А значит и заниматься надо под наблюдением специалиста. Екатерина Меркулова занимается спортом уже не первый год. В числе предпочтений фитнес, спортивная ходьба, лыжи с 4 лет встала на коньки. Ну потому что это интересно, полезно, помогает фигуру привести в порядок. Физическая нагрузка, она очень важна и для любого здорового человека, а уж для человека, у которого есть какие-то проблемы, обязательно нужна. Когда доступны для людей вот такие мероприятия, как сегодняшние, то есть есть информация, что будет, скажем, забег скандинавской ходьбы, или будет марафонский бег, или будут малые лыжня у нас было мероприятие, проведенное одним из благотворительных фондов Самары. Когда есть в доступности такая информация, люди откликаются. Всероссийская акция «Жить, побеждая диабет» прошла по многим городам России и в каждом нашла тысячи последователей и детских надежд на победу в борьбе с недугом, а зачастую и на медали в спорте высоких достижений. Алина Чемерис, Олег Зверев, Василий Колдашов. События.